Здравствуйте! В эфире итоговая программа «Город» с вами Людмила Перминова. Вот лишь некоторые темы этого выпуска. Сохранить выбор не только в памяти. Намерены власть и общественность. Об этом шла речь на совещании с участием руководства области. Начало положено. На выборские дороги вышла тяжелая техника. Основные ремонтные работы еще впереди. Дистанционные диспансерные наблюдения и не только. Какие перемены ждут врачей и пациентов, рассказал председатель областного комитета по здравоохранению. Я люблю Выборг. 25 июня в нашем городе было создано местное общественное движение. В его состав вошли руководители предприятий и организаций, учреждения культуры, депутаты и предприниматели. Во втором заседании инициативной группы приняла участие помощник главы администрации Выборгского района Инна Климова. Члены общественного движения «Я люблю Выборг» задавали ей вопросы о судьбе концепции сохранения исторической части города, о мерах, предпринимаемых уже сегодня, о ходе конкурсов на проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия. На заседании лидером общественного движения единогласно выбрали заместителя главного редактора газеты «Выборг» Елену Соколова. Хорошие и большие деньги выделяются городу Выборгу на реставрацию. И очень много в соцсетях сегодня негатива по поводу того, на что будут использованы деньги, не уйдут ли они по чужим карманам и так далее. И мне бы хотелось, чтобы люди, которые знают и понимают, как расходовать, на что расходовать, сегодня взяли под контроль эти средства. Мы должны доверять и государству, и Дрозденко, и местной власти, и объединить все силы, и общественность, и нашу власть, и средства, которые дадут. И только с позитивом и настроением мы можем, во-первых, получить эти деньги, а во-вторых, их правильно и грамотно использовать. Инициативная группа общественного движения подготовила обращение жителей Выборгского района к временно исполняющему обязанности губернатора Ленинградской области Александру Дрозденко. Они выступают за создание общественного совета по контролю за восстановлением Выборга и эффективным расходованием выделенных на реставрацию средств. В документе содержится также список кандидатур, которые предлагается включить в состав совета. Это выборгские архитекторы, археологи, научные сотрудники учреждения культуры, депутаты и представители общественности. Включиться в общественное движение «Я люблю Выборг» может любой неравнодушный человек. Чем нас будет больше, тем нам легче отстаивать наши убеждения и отстаивать право на получение этих средств. Я бы очень не хотела, чтобы они ушли в другой город, в другой регион, а это возможно. Там, где люди объединены, где нету распри, где люди настроены на развитие своего города все вместе, им проще получить эти деньги. Координационный совет общественного движения «Я люблю Выборг» находится в редакции газеты «Выборг» по адресу улица Мира, дом 9. И в продолжение темы. Подписаться под обращением к временно исполняющему обязанности губернатора Ленинградской области Александру Дрозденко за создание общественного совета по контролю за восстановлением Выборга и эффективным расходованием выделенных на реставрацию средств может каждый. Активисты общественного движения «Я люблю Выборг» организовали пикеты в пяти точках города – в южном микрорайоне, в центре и в его исторической части. Многие горожане с интересом читали обращения, общались с представителями движения и, ставя свои подписи, голосовали за сохранение старого Выборга. «Я люблю свой город, и мои дети здесь родились. Я хочу, чтобы он был красивый, чтобы все наши домики были как игрушечные, чтобы было на что посмотреть, чтобы детям показать, чтобы и наши дети своим детям это показывали. Хотелось бы, конечно, лучше видеть город, не в такой вот, а шарпаном виде. Все-таки сколько много туристов приезжает». «Подписали для того, чтобы все-таки архитектура старинная, она сохранилась в своем нормальном первоначальном виде. Тем более, он очень красивый, старинный, уютный город. И хочется, чтобы этот уют также и остался для туристов, для тех же, чтобы мы не краснели». «Я представляю наш город более красивым, более популярным, так как считается Выборг туристическим городом, поэтому я считаю, что его надо реставрировать и более продвигать его, развивать». «Я здесь живу 70 с лишним лет, с 40-го года. Ну, только во время войны нас увозили, а в 45-м году опять меня привезли сюда. И до сих пор я здесь живу. Я хочу, конечно, расцвет в городе Выборгу». «Я считаю, что города такого типа должны всегда быть украшены, всегда выглядеть современно, для того, чтобы все люди могли видеть свою историю и видеть свое будущее». «Я как раз живу в старом городе за крепостным мостом на улице Остромной. Как бы остров считается, там до парка Монрепо, это как бы остров. Почему называется улица Остромная? Ну, хотелось бы, чтобы старый город превратился». «Я родилась в Выборге и живу здесь, в общем-то, уже много лет, и дети мои здесь, поэтому, естественно, я заинтересована, что город красивый, город такой необычный. Естественно, хочется, чтобы он выглядел хорошо». «Обязательно нужно восстанавливать красивый город, старый город. Если всем миром возьмемся, значит, это будет». «Сохранить старый город – общая задача». Первый вице-губернатор Ленинградской области Константин Патраев по поручению главы 47-го региона Александра Дрозденко на этой неделе провел встречу с инициативной группой общественного движения «Я люблю Выборг». В работе приняли участие представители областного комитета по культуре, депутаты законодательного собрания региона, руководители местной власти и журналисты. Сюжет Вероники Когут. Только объединенными усилиями власти, депутатов и общественности можно сохранить Выборг. Об этом шла речь на встрече первого вице-губернатора региона Константина Патраева с членами общественного движения «Я люблю Выборг». Некоторое время назад оно было создано активистами с целью проведения общественного контроля за реализацией концепции реставрации исторической части города. Константин Патраев проинформировал инициативную группу о той работе, которая предшествовала рождению концепции. В течение нескольких лет эта тема обсуждалась на самом высоком уровне, в том числе на встрече Александра Дрозденко с президентом России. Сегодня грандиозный проект по восстановлению Выборга имеет поддержку на федеральном уровне. Бюджет готов выделить колоссальные средства. И главная задача – не допустить перераспределения денег в другие регионы, которые также хотят получить финансирование. Мы должны единение показать, единение общества с властью, различного уровня, муниципальное и региональное, и федеральное. Что мы в едином порыве находимся, необходимость реализации этого проекта. А если же увидеть о том, что общего мнения нет, и общество считает о том, что возможно, допустимо, целевое использование бюджетных средств, то, естественно, у руководителей могут возникнуть вопросы, а зачем тогда это делать, а не лучше ли направить эти средства в другие регионы. Моя точка зрения, сейчас нам нужно единение, объединиться в единой порыве для реализации этого проекта. Константин Патраев напомнил также общественности о тех работах, которые с 2005 года проводились в Выборге. Это ремонт здания центрального рынка, благоустройство рыночной площади, восстановление брусчатки в исторической части города, реставрация фонтанов, соборная и Петровская площадей, площади выборских полков, певческого поля. В порядок были приведены также бастион Панцерлакс и музей изящных искусств. Там располагается детская школа искусств и центр Эрмитаж Выборг. Один из памятных проектов – полная реставрация библиотеки Алвара Алта. Из федерального бюджета по поручению президента России было выделено более 250 миллионов рублей. В сумме на все реставрационно-восстановительные работы было израсходовано около миллиарда рублей. На встрече говорили также и о расходовании тех средств, которые выделяются из федерального бюджета в ходе реализации концепции реставрации исторической части Выборга. Расчеты проверяются несколькими инстанциями на всех этапах работы. Все деньги проходят целый ряд контрольных мероприятий. Без заключения главбус-экспертизы ни одна копейка не может быть потрачена. Есть предельный объем инвестиций, который подтверждается самым высшим контрольным органам с точки зрения выдачи подносметного расчета. Потом, безусловно, в ходе проведения работ там целая лестница контрольных мероприятий. Отдельно авторский, отдельно технический, отдельный контрольный ревизионный наш комитет, отдельно Министерство культуры проводит, отдельно КРУ Минфина проходит. После того, как реализуется эта программа в полном объеме, выходит в счетная палата и проверяет правильность расходования данных средств. Участники встречи сошлись во мнении, что отсутствие информации у обычных горожан порождает мифы. Депутат областного парламента Владимир Цой сообщил, что в скором времени будет создан веб-сайт, на страницах которого будет выкладываться максимум информации о ходе этапов реставрации крепости. Константин Патраев призвал активистов к сотрудничеству и пригласил их на ближайшее заседание Попечительского совета, которое состоится 15 июля. Вероника Когут, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». На встрече Константина Патраева с членами общественного движения «Я люблю выборг» временно исполняющий обязанности главы районной администрации Владимир Рожкович сообщил, что на днях был объявлен аукцион на проведение первоочередных консервационных и противоаварийных работ в доме номер 11 на улице Северный вал. Летом прошлого года в здании штаба 30-го гвардейского корпуса случился пожар. Памятник архитектуры, построенный в конце 19 века по проекту Фредерика Теслифа, сильно пострадал. Спустя год завершены все необходимые процедуры, проект прошел экспертизу. 24 июля у нас должен состояться аукцион. Порядка 7 миллионов мы нашли в бюджете на то, чтобы восстановить, восстановить, по крайней мере, законсервировать этот дом. И по условиям контракта 120 дней сдачи и заключения муниципального контракта, срок завершения работы. Поэтому надеюсь, что будет у нас порядочный, добросовестный подрядчик, который выполнит эти работы. И дом, по крайней мере, будет законсервирован для дальнейшего уже использования. Основная часть федеральных средств, выделенных для поддержки исторических центров малых городов России, в ближайшие годы будет направлена на выборг. Об этом в ходе очередной встречи в рамках губернаторского пресс-клуба рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко. Он отметил, что благодаря усилиям региональной и местной власти удалось обратить внимание руководства страны на необходимость принятия мер к сохранению историко-культурного наследия города. Благодаря этому Министерство культуры включило реставрацию Выборга в приоритетные проекты. Минимальная сумма, о которой идет речь, это 4 миллиарда рублей. Максимальная сумма, рассчитанная на 15 лет, это 34 миллиарда рублей. Это, конечно, гигантские деньги. Более того, правительство сделало первый шаг и включило нас в программу Международного банка реконструкции и развития. Уже первые суммы, почти 700 миллионов, выделены на реставрацию парка Монорепо, и там работы уже ведутся. Вначале начали спорить между собой реставраторы Петербурга и Москвы. А кто должен писать концепцию? А кто лучше знает проблемы старого Выборга? Конкурс проводит министерство, мы точно не участвуем в конкурсной комиссии. Выиграла московская компания. Хотя той же московской компании помогала писать концепцию союз строя и реставрации, это Иванов, который, например, реставрировал библиотеку «Алта». Он был соисполнителем, то есть на субподряде находился при написании концепции. Вот это первый вопрос, который вызвал споры. В связи с тем, что ни руководство региона, ни власти на местах не имеют отношения к федеральным средствам, которые поступят в Выборг, Александру Дрозденко кажутся странными. Опасения на предмет того, как они будут расходоваться. Для меня это такое, ну, похоже, я тоже назову вещи своими, на легкую провокацию. Потому что вот такими действиями мы как раз можем, наоборот, так сказать, спугнуть. Вот как охотники говорят, да, когда вот лишнее шумишь, готовясь к охоте в шалаше, ты можешь здесь спугнуть. Вот. Или сделать так, что гусь, он на поляну не сядет. А ты уже, так сказать, его думаешь, как ты его там жарить будешь, да. Вот. Так и здесь. Но давайте дождемся подписания документов, чтобы деньги были выделены. А потом можем там митинговать, там выступать и так далее. Конечно, меня тоже волнует, как будут расходоваться эти деньги. Поэтому я предложил наиболее правильный механизм создать общественный совет из наиболее видных людей не только Выборга, а и Ленинградской области, Петербурга. Это и Кирпичников, и там целый ряд таких достаточно известных людей, которые известны и в области археологии, и реставрационного дела, и культурологии, и истории. Взять людей из наиболее активных общественников города Выборга и создать общественный совет, который и будет контролировать и ход проведения конкурсов, и ход выполнения реставрационных работ, и многое-многое другое. Но это нужно делать тогда, когда будут уже приняты принципиальные решения. Вот сегодня митинг 4-го числа, это прийти и попиариться. То есть некоторые люди, понимая, что тема от них уходит, то есть они ходили очень долгое время на этой теме, пиарились, показывали, какие они градозащитники, и говорили, что власть ничего не делает, сегодня тему из-под ног уходит. То есть действительно пошли реальные изменения, которые в том числе связаны с властью. Власть делает реальные шаги. И вот для них эта ситуация, особенно вот в этот период, да, политический, который происходит в Ленинградской области, это попытка, но еще раз напомнить о себе. Тем не менее, глава региона надеется, что здравый смысл восторжествует, и большинство горожан поддержат власти в стремлении сохранить исторические центры Выборга. Если митинг состоится, и резолюция будет вот принята такая, что мы против того, чтобы разграбили или разворовали деньги, которые, может быть, будут выделены в будущем, это просто надувание мыльного пузыря. А если будет резолюция, мы хотим, чтобы деньги были выделены, и мы готовы, как общественность, помогать власти, прежде всего, правительству Российской Федерации, Министерству культуры и правительству Ленинградской области контролируют эти деньги, и мы готовы это делать. Это совершенно будет другая резолюция. Во встрече с Александром Дрозденко принимала участие и заместитель главного редактора газеты «Выборг» Елена Соколова. Она рассказала главе региона о том, что в конце июня было создано общественное движение «Я люблю Выборг», лидером которого она является. Елена Соколова подарила Александру Дрозденко футболку и бейсболку с символикой общественного движения. Масштабные ремонтные работы на дорогах начались в Выборге. Подрядная организация СК «Мивар» ведет подготовку к асфальтированию части Ленинградского проспекта. На участке от Ростовской до Выборгской рабочие полностью срежут верхний слой дорожного полотна, после чего будет произведено асфальтирование. Работы продлятся до 6 августа. В этот период движение автотранспорта по Ленинградскому проспекту будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении. Кроме того, в ближайшее время начнутся ремонтные работы на Ленинградском и Приморском шоссе, улицах Кривоносова, Макарова и некоторых других городских магистралях. Будьте внимательны. Сделать доступной и качественной медицинскую помощь для населения – одна из задач, над решением которой сейчас работают в Комитете по здравоохранению Ленинградской области. Об этом и не только рассказал жителям Выборга руководитель ведомства Сергей Валикжанин. О визите главного медика региона население известили заранее, поэтому свободных мест в зале Совета депутатов, где прошла встреча, не было. Тем более, что любой желающий имел возможность задать гостю вопрос. Обо всем подробнее в следующем сюжете. Развивать систему оказания первичной медицинской помощи, избавившись от пережитков прошлого, намерено руководство 47-го региона. С этого начал свой диалог с выборгскими медиками и представителями общественности председатель областного комитета по здравоохранению Сергей Валикжанин. Прежде всего, отметил он, предстоит сократить очереди в поликлиниках. Около 40% граждан, которые приходят в поликлинику, на самом деле приходят для того, чтобы что-то спросить, получить справку, получить консультацию. Встречать людей должен средний медицинский работник или работник без медицинского образования, и просто помогать разводить эти потоки. Второе. Обеспечить для людей возможность цивилизованную записи к врачу в электронном виде мы будем сейчас реализовывать максимально-максимально быстро. Это позволяет большой части людей не приходить за этими пресловутыми номерками и так далее. Тоже такой остаток былой еще советской роскоши. 65% объемов всей медицинской помощи, оказываемой в первичном звене, приходится на узких специалистов. Таких показателей, по словам Валик Жанина, нет ни в одной стране мира. Все потому, что многие задачи по силам решить терапевтам и среднему медперсоналу, разгрузив тем самым врачей, оказывающих помощь в отдельно взятой медицинской области, считает он. На самом деле, подавши, 60-70% медицинской помощи в первичном звене должно оказываться участковым терапевтом и врачом общей практики. В редких случаях нужен кардиолог терапевту, я сам терапевт. Редкий случай. Крайне редкий случай нужен эндокринолог. У эндокринолога должны наблюдаться только люди, и на самом деле все приказы Минздрава об этом говорят. Только люди, страдающие инсулинзависимым сахарным диабетом в том случае, если он разбалансирован. Массу вопросов может решить медицинская сестра. И медсестра на отдельном самостоятельном приеме по вопросам, которые не требуют участия врача. Это нормальный совершенно опыт, который мы будем внедрять. Вся Белоруссия так живет и очень даже замечательно. Чтобы врач меньше времени тратил на посещение больных на дому, а также для сокращения очередей в поликлиниках, в Ленобласти впервые в России реализуется пилотный проект по дистанционному диспансерному наблюдению. Пока он опробируется во Всеволожском районе, но вскоре дойдет и до Выборгского. Мы раздаем специальные приборы для измерения давления, которые автоматически через GPS-сигнал передают информацию об артериальном давлении у пациента на компьютер врача. На некоторых участках, где мы это проводим во Всеволожске у врача, на диспансерном наблюдении находится 400 человек. Но ясно, что если у кого-то давление нормально, оно и нормально. Если оно не нормально, тут идет коррекция. У Сергея Валикжанина есть свое видение и того, как ускорить скорую медицинскую помощь. Сегодня она зачастую выполняет задачи, которые возложены на первичное звено. Так, например, в 20% случаев сотрудники скорой выезжают к пациентам с повышенным давлением. Чтобы уйти от этой практики, руководство Комитета по здравоохранению намерено реорганизовать приемное отделение больниц, выделив из их состава отделение неотложной помощи. Туда больные, состояние здоровья которых это позволит, смогут пребывать самостоятельно, не вызывая карету скорой помощи. Отвечая на вопросы, поступающие из зала, Сергей Валикжанин сообщил, что считает необходимым построить новое здание поликлиники в южном микрорайоне Выборга. По словам замглавы районной администрации Николая Шишкина, работа в этом направлении уже ведется. На самом деле, строительство поликлиники абсолютно поддерживаю. Поэтому будем выбирать участок, будем вносить это, но не в программу развития, у нас адресная инвестиционная программа есть. И поликлинику в этом микрорайоне надо строить. Поликлинику надо строить. Два участка есть земельных предложений, то есть соответствующим нормам. Дальше, что называется, дело техники от комитета по здравоохранению, поддержку получите. Главе ведомства был задан вопрос и о том, какие меры принимаются региональными властями для привлечения высококвалифицированных специалистов. Он рассказал, что в прошлом году на средства областного бюджета было приобретено 8 квартир для медиков. В нынешнем купят уже 54 квартиры. Кроме того, на треть увеличено количество бюджетных мест в интернатуре и ординатуре для выпускников федеральных медицинских вузов с целью их последующего трудоустройства в государственные учреждения здравоохранения региона. Отвечая на другие вопросы, Сергей Валикжанин сообщил об увеличении финансирования льготного лекарственного обеспечения, чтобы жизненно важных препаратов хватило всем. Жители Приморска порадовал тем, что в их городе появится аптека для льготников. Согласился с мнением святогорцев о необходимости открытия на базе местной больницы отделений медицинской реабилитации, добавив, что там требуется и современное реанимационное отделение, и компьютерный томограф с маммографом. Удивила Валикжанина жалоба от больного, страдающего сахарным диабетом, на то, что его вынуждают приобретать шприц-ручки для инсулина. «Однозначно все пациенты должны обеспечиваться шприц-ручками бесплатно, и мы с каждым возьмем это на контроль, чтобы однозначно шприц-ручки были бесплатно, равно как и к тест-полоскам». Рассказывая о перспективах, главный медик региона отметил, что запланирован ремонт больницы в Приморске, обновление автопарка скорой помощи, приобретение автомобилей для участковых врачей в сельской местности. Он также не исключает возможности строительства ФАПа в поселке Лужайка и видит необходимость в развитии передвижных форм работы. «Поликлиника такая на колесах, а к ней еще передвижной флюорограф и передвижной маммограф. Два таких комплекса мы как раз хотим купить для больших районов. В Выборгском районе это абсолютно оправдано. Поэтому не хочу сглазить, но планы такие есть. Я надеюсь, что мы купим. Если не купим в этом году, точно купим в следующем». На встрече глава ведомства согласился с тем, что Выборгская межрайонная больница не достает помещений для открытия новых операционных, а необходимость в них колоссальная. Поэтому следует найти место рядом с ней под строительство отдельного здания для оказания экстренной помощи, констатировал Сергей Валикжанин. Людмила Перминова, Иван Лопатко, Медиагруппа «Наш город». Котельная на улице Маяковского в Выборге прекратит работу. С 6 по 19 июля ее остановят на ежегодный профилактический ремонт. Гидравлические испытания тепловых сетей будут производиться 8 июля с 8 до 17 часов. Владельцам элеваторных узлов и внутридомовых систем отопления необходимо принять меры предосторожности. В случае возникновения аварии на тепловых сетях звонить по телефонам, номера которых на экране. Город молодых. В Выборге с размахом отпраздновали День молодежи. На нескольких площадках проходили концерты, разнообразные акции и соревнования. Мероприятие подготовили Дом молодежи Выборгского района, отдел молодежной политики, районные администрации и Совет молодежи. Тему продолжит Вероника Когут. Самая талантливая, креативная, творческая и жизнерадостная молодежь живет в Выборгском районе. Об этом со сцены на Красной площади не уставали повторять организаторы большого праздника, посвященного Дню молодежи. Для нас всегда доставляет огромное удовольствие делать мероприятие специально для вас. Потому что в эти моменты мы становимся сами молодыми, и мы прекрасно себя чувствуем. Мы радуемся, что можем доставить вам удовольствие, что делаем такие мероприятия, которые заставляют вас улыбаться. Руководители подростково-молодежных клубов и самых активных представителей Дом молодежи отметили почетными дипломами. Все участники праздника получили заряд бодрости на общегородской зарядке. После нее на главной Выборгской площади начали работать социальные площадки и фотовыставки, организованные силами молодежных активистов. Мы волонтеры, мы занимаемся социальной работой, помогаем всем, кто в этом нуждается. Мы ездим в приюты к собакам, помогаем детям, которые с ограниченными возможностями. Просто для детишек устраиваем какие-то мероприятия. Также у нас бывают такие крупные мероприятия, как сегодняшний день молодежи. Мы очень долго к этому готовились, для нас это такой важный день. Молодежь рисовала добрые дела, придумывала хорошие пожелания и собственные социальные акции, участвовала в спортивных состязаниях. Свои проекты презентовали и выборгские студенты. Всем желающим они предлагали обменять свою книгу на другую или просто забрать понравившийся томик, получить литературное предсказание или заняться творчеством. Порой чтение позволяет найти суть в трудных жизненных ситуациях, помогает развиваться человеку, набирать марш, что ли. А творчество помогает самореализации, нахождение в себе талантов, которые он не может себе найти. На творческой площадке прошли батлы танцоров в стиле брейк-данс. Выступили самые талантливые выборгские коллективы и исполнители. В аллее парка работала фотосушка. Удачные снимки демонстрировали горожанам выборгские фотографы. Тем временем нешуточные баталии разыгрались и на стадионе. Впервые в Выборге состоялся турнир по бамперболу. Тот же футбол, только вместо привычной спортивной формы спортсмены использовали огромные шары. Может показаться, что очень просто, но на самом деле там жарко, друг друга не слышно и не совсем удобно. Но, тем не менее, очень хорошее ощущение выходного дня. Бегаешь, прыгаешь, в ней такой адреналин, не страшно, кувыркаешься, бьешься, пинаешься. Но душно немножечко, а так изумительно. Хоккейную площадку стадиона на Выборгской отдали во власть автолюбителей. И юные пилоты и штурманы мастерски гонялись на радиоуправляемых машинках. В целом праздник, посвященный Дню молодежи, получился, нашлось место для каждого, кто хотел принять в нем участие. Выборгская молодежь, мне кажется, самая лучшая, потому что по всему городу проходят разные площадки, социальные, культурные, спортивные. Ребята у нас спортивные, и благодаря тому, что они занимаются всем этим, я думаю, для нашего государства это большая опора на будущее. Празднование Дня молодежи в Выборге завершилось большим концертом. На крыше библиотеки Алвара Алта выступили выборгские и петербургские музыканты. Вероника Кокут, Иван Лопатко, Медиагруппа «Наш город». Спасибо вам, учителя. Подарочные экземпляры книги об истории гимназии номер один продолжают находить своих обладателей. В торжественной обстановке президент общественной организации спортивный клуб «Фаворит» Александр Петров и автор издания Дмитрий Семенов вручили их педагогам, которые работали в то время, когда в здании на улице Пушкина располагалась школа-интернат и учебно-производственный комбинат. А затем в камерной обстановке состоялся вечер воспоминаний. Бывший завуч школы-интерната Тамара Тихонова, учитель математики и английского языка Галина Корнеева, преподаватели УПК Лариса Бойкова и Галина Козлова рассказывали о своих коллегах и подопечных, расспрашивали о сегодняшних днях гимназии. Как оказалось, практически все участники встречи так или иначе имеют отношение к зданию на улице Пушкина. Так, Александр Петров учился в интернате с пятого класса, два его сына, первый российский пилот «Формула-1» Виталий Петров и молодой композитор Сергей Петров окончили Выборгскую гимназию, директором которой сегодня является их мама Марина Петрова. А заместитель главы администрации Николай Шишкин проходил профобучение в УПК. Александр Петров поблагодарил педагогов за терпение и их великий труд. Мне кажется, что учителя в интернате были сильнее, чем в обычных школах, потому что справляться... Так ты должна быть. Ты, наверное, Марина, знаешь сейчас, что когда у нее сейчас в лагерь приезжают детомовские дети и приходится предлагать другие совсем усилия, как с простыми, нормальными, совсем другое. И вот ту трудность, которую вы вложили в эту ситуацию, спасибо вам Николай Шишкин огромное, что вы все-таки сделали... Получается, что вы сделали ту лепту, принесли, что я тот, кто я есть. Благодаря той ситуации, что вы не дали меня отдать в детдом. Во встрече также принимала участие председатель районного комитета образования Ольга Корвелес. Она подчеркнула, что Выборгская гимназия имеет не только славную историю, но и крепкие традиции. Когда я приехала в Выборгский район, мне все время хотелось сделать так, чтобы у каждой школы было свое лицо. Но вот у гимназии оно уже было и замечательно, что то лицо очень позитивное, очень доброе, очень неординарное, оно сохраняется. И все идеи, которые в гимназии возникают, помимо сохранения традиций, они очень интересны. Книгу лицей школы-гимназии педагоги назвали живой, интересной, искренней и пожелали издательскому дому «Фаворит медиа» не останавливаться на достигнутом. Ленинградская областная избирательная комиссия объявила конкурс среди средств массовой информации и библиотек на лучшее освещение досрочных выборов губернатора и информирование избирателей о правовой основе и организации выборов. Конкурс среди СМИ проводится в двух номинациях – лучшее освещение на телевидении и на радио и лучшее освещение в печатных средствах массовой информации в информационных агентствах и сетевых изданиях. Итоги жюри подведет в октябре. Победители определят в каждой из номинаций. За первое, второе и третье место они получат денежные вознаграждения в размере 30, 20 и 15 тысяч соответственно. Положения о конкурсах с подробной информацией о сроках и порядке участия в них размещены на сайте Ленобл-Избиркома в разделе «Правовая культура». В предстоящее воскресенье в Выборге пройдут торжества по случаю десятилетия со дня архиерейской хиротонии епископа Выборгского и Приозерского Игнатия. Руководитель Выборгской епархии был рукоположен во архиерее 6 июля 2005 года в Даниловом монастыре Москвы Святейшим Патриархом Московским и в Сеярусе Алексеем II в сослужении будущего патриарха Кирилла. День хиротонии для каждого священника важнее дня рождения. Говорят еще, что это личная пятидесятница человека, ведь епископы являются преемниками апостолов, получивших благодать Святого Духа на 50-й день после воскресения Христова. Поэтому десятилетие архиерейской хиротонии владыки Игнатия будет широко отмечаться. 5 июля в 10 часов в Спасо-Преображенском соборе Выборга начнется праздничная божественная литургия. А в 18.00 на Соборной площади состоится концерт группы Кватра. Вокальный квартет выступит в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра «Вход свободный». Пеший марш-бросок Выборг-Владивосток продолжается почти четыре месяца. За это время путешественник из города Иваново Илья Фролов преодолел около двух тысяч километров пути. Сегодня он находится в Пермском крае в городе Краснокамске. Как рассказал нам молодой человек, марш-бросок проходит по плану, он по-прежнему чувствует себя полным сил и энергии. Сейчас Илья все чаще старается путешествовать ночью, поскольку днем воздух прогревается до плюс 35 градусов. Напомним, всего на пути из Выборга до Владивостока Ивановцу предстоит пройти 10 тысяч километров. Цветущий Выборг. Медиагруппа «Наш город» объявила конкурс на лучшую клумбу и самый красивый балкон. Принять в нем участие могут жители Выборга, которые облагораживают свои придомовые территории, разбивают цветники и ухаживают за ними на протяжении сезона. Мы обязательно расскажем в программе «Город новости по-выборгски» о самых интересных проектах. Звоните нам по телефону 2-63-47. А наш выпуск на этом завершен. Спасибо за внимание и всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В субботу в Выборге преимущественно облачно. По прогнозам синоптиков временами дождь. Днем плюс 21-23, ночью 17-19. Ветер западный 4-5 метров в секунду. В воскресенье прохладнее, не выше плюс 20, но без осадков. В Петербурге облачно с прояснениями. Днем плюс 23-25, ночью 16-18. Ветер западный 5-7 метров в секунду. В воскресенье в северной столице временами дождь. Температура воздуха плюс 19-21. В Лопейнранте в субботу кратковременные дожди, возможны грозы. Днем плюс 22-24, ночью около 17-ти тепла. Ветер западный 3-4 метра в секунду. В воскресенье осадки маловероятны, но похолодают. В дневные часы плюс 16-18. В Хельсинки в выходные дни ожидается сухая малооблачная погода. Днем в столице Финляндии плюс 20-22, ночью 16-18. Ветер западный 5-6 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин